всем огромный привет сегодня 17 декабря я решила что пора уже записать следующий выпуск своего вышивально рукодельного дневника так как у меня накопилось что вам показать я буду показывать только те вещи которые но не стоит отдельного видео то что я собираюсь снять отдельным видео я сегодня показывать не буду кое-что завершено и покажу процессы над которыми я работаю а также будут небольшие покупочки так как я посетила выставку рождественскую выставку и также будут небольшие подарочки и так приступим если вы смотрели мои видео летом то помните как вышивалось это яблоко оно называется драгоценное яблочко от мелхилл вышивалась она быстро ну как прочим и всегда в мелхилл самое сложное это разобрать нитки как мне кажется я приспособилась вышивать бисер милхилл так как мне удобно если вам интересна история создания этого яблочка я оставлю ссылочку можете пройти посмотреть и долго но мне не оформлялась я полагала что конечно это яблочко будет у меня на какой-то коробочке но все дело в том что с декупажем я очень и очень на вы никак у меня не получается декупаж что-то я не не то чтобы совсем не получается но как-то даже я никак не приступлю к нему то есть я пробовала пару раз что-то за декупажировать но мне почему-то как-то результат не не понравился потом я долго искала салфеточки которые могли бы подойти сюда а так как в последнее время мне очень понравилось работать именно с тканями то я решила что эта коробочка у меня будет тканевая на самом деле такую коробочку я купила в леонардо она была чисто деревянная но сейчас даже не могу вам показать какая она была я просто напросто ее сложила вот здесь даже видно осталось не удалось никак зашпаклевать принципе этим тоже можно заняться можно закрыть дно но я считаю это лишний труд как бы дно это не самая важная часть я собрала такую деревянную коробочку здесь покрыла ее акриловой краской это краска слоновая кость и стала думать что же мне делать дальше как же мне ее украсить ну крышку я для себя решила сразу же как я украшу поскольку крышка здесь у меня получается несколько слоев этой крышки сама крышка вот соответственно деревянная на нее я как пин кип сделала на пивной картон натянув такую ткань и уже сверху на двусторонний скотч я прикрепила яблочко у меня остался только вспененный скотч поэтому яблочко так немножко отходит но но здесь держится хорошо и не падает с обратной стороны на этой коробочке я попробовала вот эту тканюшку на самом деле у меня был некий выбор были сомнения какую же тканюшку выбрать вот эту вот или вот эту под это яблоко но когда я яблоко прикладывала к этой ткани мне кажется она теряла в своем цвете а здесь она гораздо ярче смотрится и поэтому такой результат мне понравился больше что же касается самой коробки я просто-напросто сшила сейчас еще всевозможные варианты чтобы так скажем трансформеры чтобы можно было разобрать то что я сделала но мало ли по какой причине может быть мне захочется что-то поменять или даже просто утилитарно постирать в общем я поэтому стараюсь ничего не клеить то есть сделать так чтобы можно было разобрать и на этом удовлетвориться так вот я шил такую ленту которую просто напросто натянула на эту коробку ее можно легко снять вот если потянуть за край то она снимается полностью а вот но для того чтобы поддержать красный цвет яблочко я нашла в своих давних давних покупках закромах где-то на самом-самом дне вот такую ленту мне показалось она очень хорошо поддерживает красный цвет яблочко и смотрится здесь мы просто безупречно как вы считаете единственный момент над которым я все еще думаю но так как он противоречит моей позиции ничего не приклеивать намертво мне кажется что очень удачно было бы добавить еще этой ленты скажем где-нибудь уже на коробочку возможно прикрывая вот эти швы или какой-то один шов или даже два но я пока не представляю как сделать так чтобы это эту ленту не приклеивать то есть мне все таки хочется пока размышляю по этому поводу мне все таки хочется оставить трансформер трансформером для чего же мне пригодилась эта коробка посмотрев вокруг я поняла что у меня везде разбросаны флешки юсб стики возле телевизора было несколько флешек потом я нашла на полке на кухне я думаю ну как раз нужна коробка для них потому что начнешь искать по разным местам и что-то обязательно потеряется поэтому эта коробка у меня будет для флешек и как только это решение пришло в голову я с удовольствием и быстренько сделала коробочку самое главное понять для чего когда начинаешь понимать для чего тогда результат получается как-то очень быстро то уже просто целенаправленно идешь к этому результату да кстати нужно сказать что здесь ткань я пробовала приклеить на пва к дереву к покрашенному дереву но вот честно говоря она приклеилась можно даже сказать что это декупаж тканью но по краям можно было ее честно говоря отодрать прямо вместе с краской поэтому такой вариант мне не устроил хотя у меня была мысль просто при клеить ткань к коробочке вот такое оформление у меня получилось как вы считаете удачно или нет мне кажется что вполне себе ничего меня здесь ничего не раздражает и я очень даже довольна следующим что я хочу показать кстати немножечко еще раз об этой ткани вот эту ткань я купила на рождественской выставке ярмарки не помню как называется формула рукоделия по моим сокольниках которая проходила вот недавно на выходных и вот этот кусочек был куплен именно там поэтому сразу же покажу еще и покупки которые совершились на этой ярмарке я конечно сама себя не узнаю но я была очень скромна в своих покупках в этот раз то есть такой минимум с ярмарки я еще не выносила никогда во первых я решила что мне нужны бубенчики мне очень понравился цвет бубенчики я покупала но они в основном серебряного цвета золотого цвета а вот красного цвета мне не встречались и на ярмарке я купила такой комплект из 12 штук который стоил 90 рублей следующая покупка которая совершила да прежде всего хочу сказать что я все еще в процессе оформления своего рукодельного хомяка и пока что не совсем удовлетворена тем что я к нему прикладываем я вдруг вспомнила что когда-то очень давно я покупала набор вот таких шармиков значит здесь такие ножнички ну и маленькие шармики игольница это катушечка с нитками наперсток швейная машинка вот такие же ножницы мне попадались в наборе от мелхилл я вышивала сердечко и вот они пришивались один в один я вспомнила когда нашла также линеечка и булавочка но когда я предложила к хомяку в принципе вот вот этот размер был бы неплохо то есть по размерам хомяка размер вот этих ножниц по моему неплохо смотрелся но я поняла что золотой оттенок туда совсем не подходит и поэтому я взяла на ярмарке вот такие ножнички вот такие ножнички цапельки и вот такие портновские прям гигантские ножницы очень забавные мне понравились они очень забавные примере в к хомяку я поняла что наверное ближе всего подходят цапельки поэтому покупка была совершена не зря и раз уж я заговорила о подвесках то вот таких четырех девчонок я тоже нашла на ярмарке девочка на коньках с муфточкой симпатюлечка далее с ленточкой это двусторонние подвесочки что очень удачно далее здесь идет девочка с чем это она что-то она с коробкой какой-то несет что-то несет в коробке и последняя девочка с цветочками с букетом цветут цветов почему я взяла эти подвесочки мне кажется они очень удачно подойдут именно к сумочкам с фермуаром так как я помню покупала подобного типа кнопки если например воспользоваться кнопкой для сумочки то в поддержку этой кнопки эти девочки мне кажется подойдут просто идеально если говорить еще о покупках которые были совершены на этой выставке то мне очень понравились вот эти принты я не могу вам сказать что это за материал но вот принты с по иллюстрациям beatrix potter очень и очень симпатичные кролики это достаточно плотный материал на какой-то основе мягкий на ощупь похож на обивочный даже материал я бы сказала то есть вот такой принт с кроликами зимний и вот такой почему я взяла два потому что мне показалось что это готовый готовая сумочка в принципе если сделать вот с одной стороны один принт от другой стороны другой то будет просто замечательно с моей точки зрения поделиться своей радостью так как на эту выставку мы ходили вместе с еленой цвет я получил от нее маленький презент но очень очень приятный во-первых это такой органайзер для нитей честно говоря я не знаю наверное существует телепатия потому что когда она показывала свой органайзер у меня еще проскочила такая мысль вот такой я бы получила в подарок с огромным удовольствием вселенная наверное услышала мои мысли и линуль подарила мне вот этот органайзер мне очень и очень нравится она сделала его полностью своими руками от начала до конца даже эти дырочки сверлила то есть я считаю это что-то что-то но просто невероятное и также она мне подарила такую вещицу которую мне вообще нет до этого момента не было это иглодержатель с магнитиками с этой стороны вот так честно говоря я ни разу не пользовалась этими иглодержателями как-то хотя конечно я засматривалась на них но честно говоря то ценовая политика которую проводят на эти иглодержатели скажем того же производства американского производства но мне кажется по цене они очень очень завышены и ну поскольку мы все рукодельницы можем сделать сами у меня руки до этого не доходили или 0 прям вот почувствовала что возможно мне пора уже хотя бы один иглодержатель имеет своей хомячий норе спасибо тебе огромное я просто безумно счастлива что ты прочитала мои мысли и подарила именно то что мне очень и очень хотелось а сейчас немножечко покажу работу над которой я сейчас работаю простите за тавтологию а после того как я отшила свои елочные игрушки я решила что с елочными игрушками пора закругляться единственное что мне осталось попробовать и я все никак не могу приступить к этому все время настраиваю себя даже сегодня ночью когда мне не спалось пошла перечитала книжечку про шары в стиле артишок я хочу конечно их оформить но когда я закончила делать свои елочные игрушки то в принципе стал вопрос чем же занять руки далее и и мне на глаза попался вот этот наборчик я его покупала в прошлом году на рождественской ярмарке дизайнера адоневой ксении называется аромат зимы я даже его в одном видео где-то показывала своих покупках я покупала именно набором так как не люблю покупать схемы подбирать ну как-то я очень быстро загораюсь мне надо сразу же приступать к работе а когда начинаешь подбирать то это растягивается на какие-то неопределенные сроки и меня это немного напрягает поэтому я предпочитаю покупать набор и так как набор продавался то я его и взяла в набор входили и ниточки и иголочка и схема и основа основа была равномерка она была белая ну вот как видно по данной картинке не могу сказать что возможно это была линда но я посмотрела на этот дизайн он в принципе не очень большой здесь получается размер 100 на 97 крестиков и и 33 цвета ниточек участвует ну и и я решила что я заменю канву у меня был кусочек вот такой канвы мурана 50 на 50 и так как мне не хотелось его резать я подумала а дай-ка это у меня будет новогодняя салфетка то есть в одном углу я вышиваю этот дизайн вот он и и в итоге когда я закончу вышивать я просто напросто сошью салфеточку не отрезаю ничего от этой канвы дизайн очень хороший мне нравится очень новогодние действительно ароматы прямо чувствуется немножечко мне не хватило ниточки для бэка кстати почему-то именно для бэка мне не хватает ниток вот я уже вышиваю по моему третий дизайн от авторов и вот в одном из них на гусени мне тоже не хватило ниточки для бэка я связалась с автором она мне подсказала что это за номер к счастью у меня этот цвет был в запасах там всего-то не хватило сантиметров 20-30 ну максимум поэтому продолжилась работа не застопорилась я думаю что она день-два максимум три но мне так кажется и уже закончится и можно будет уже приступить к паршиву салфеточки я бы успокоилась и уже окончательно стала бы оформлять своих дедов-морозов поскольку этот процесс тоже идет параллельно у меня всегда все идет параллельно мне не бывает так что я за что-то берусь заканчиваю беру за следующее поскольку мысли всегда прыгают с одного дизайна на другой материалы могут соответствовать не соответствовать может быть что-то докупаться по мере того как идея приходит в голову может что-то не нравится с оформлением поэтому откладывается короче несколько оформлений у меня сейчас проходит параллельно про дедов-морозов у меня будет отдельное видео и я подумал ну и слава богу к новому году я буду готова и мне уже честно говоря очень хочется повышевать что-то совершенно не новогодние например цветы ну посмотрим что будет и тут роя своих лентах ужас какой я увидела вот этот набор он конечно небольшой слава богу это набор от милхилл и это магнит который называется оли эльф ну и как можно не вышить такую магнит к новому году я решила что возьмусь за него тоже почему пытаюсь побольше отшить поскольку у меня хомяк уже настолько широкий что не входит в дверной проем то есть когда я собрала все свои наборы в одном месте когда я собрала всю свою коллекцию ткани в одном месте я стала понимать что наверное нужно что-то по-быстрому отшить чтобы освободить место для чего-то новенького на данном этапе я не спешу покупать новые наборы не спешу покупать новые ткани хотя все равно покупаю особенно к новому году но вы можете заметить даже по оформлению подложки для этого видео это тоже ткань которая пойдет в оформлении это я о чем ну давайте не будем без лирических отступлений короче меня ждет еще и отшив вот этого магнитика таким образом я свою норку буду немножко расхламлять пожалуй это все чем я хотела поделиться с вами сегодня на 17 декабря всем большое спасибо что вы интересуетесь тем что я делаю жду как всегда общение в комментариях прекрасного вышивального и рукодельного настроения и новогоднего настроения и до новых встреч пока